Я Ибрагим Я Ибрагим Разве эти изменения не твой долг, а лишь обязанность, Ибрагим? Сначала зайдем ку матери, получим благословение. Довольно бездельничать! Детство у вас закончилось. С сегодняшнего дня вы начнете обучение. Каждой предстоит стать хорошей, красивой, образованной и порядочной наложницей, способной угодить властелину. Запоминайте все, чему станут учить. Если будете послушны и усердны, тогда окажетесь в раю. Если же нет, то дворец обернется преисподней. Думаю, вы поняли. А теперь вышли. Ну, ты согласна обучаться? Обещай мне! Хорошо, обещаю. Малиде, не смог приступить к делам без твоего благословения. Гордость моя, Сулейман. Я молюсь за тебя, сын. Пусть Аллах хранит тебя. И пусть не оставит османов. Малиде, ты и мой свет. Махидевран и моего внука, наследника султана, когда здесь ждать? Я готовлю для них комнату. Скоро. Они уже в пути. Манисса. Дворец. Манисса. Моя Махидеврана. Подожди, закончу кольцо. Я не могу. А может, ты больше любишь изумруды? Нет. Мам, долго еще ехать? Может, поиграем? А то скучно. Уже недолго, Мустафа. Нас ожидает в порту судно. Оно паруса раскроет и понесет нас ветер к Стамбулу. Я по папе соскучился, я по Ибрагиму тоже. Ибрагим ведь ждет нас в Стамбуле. Конечно. Твой папа, бабушка Ховса Султан, тетя Хатидже Султан. Все нас ждут. А тут дворец больше нашего. Больше, Мустафа. И намного. Дворец Топкопы самый большой в мире. Он украшен золотом и алмазами. Что, не можешь глаз отвести? Отчего? Если понравишься господину, останешься здесь жить. В постель хозяина дорога услана золотом. Но по этой дороге проходят только умные. Выходите быстрее. Султан Сулейман Хан Хазрет Лери. Дорогу! Быстро. Идет, идет, идет. Склоните голову. Склоните голову. Знак приветствия. Не поднимайте головы, пока Султан не пройдет. Султан Сулейман! Султан Сулейман! Султан Сулейман! Султан Сулейман! Султан Сулейман! Сулейман. Дай-е! Симбюль! Слушаю, мой господин. Посмотрите, что с девушкой. Сумасшедшая. Повелитель. Разве мы не идём в кабинет? Разве мы не идём в кабинет? Мало того, что посмотрела на султана, ты ещё имя его произнесла, да к нему в объятии в обморок упала. Просто никакого воспитания. Разве ты не знаешь, кто имеет право султана по имени называть? Разве ты имя султану дала, а таких бесстыдниц свет не видывал? Когда я вернусь, ты будешь наказана. А знаешь, султан Сулейман красивый. Да ты что? Ты сумасшедшая, Александра! А как тебе удалось потерять сознание? Вечером тебя научу, как нужно терять сознание. Вставай. Вот и Повелитель со своим сподвижником. Почему он приблизил этого чужеземца Ибрагима, Паша? А вы не высказались против его решения. Мы не можем, а вы могли бы. Когда повысят тебя до моего уровня, будешь мне указывать, Ахмед Паша. К тому же ты зять султана. Молчишь, Ферхад Паша? Ты ведь тоже зять. Не стоит гневаться перед Паша. Вы неверно поняли. Приветствую, Хасанжан. Свидетель и хранитель тайн моего отца. Поговорим с тобой наедине. Поднялся ты ввысь быстрее сокола, Ибрагим Испарги. Из простого сокольничьего в хранителя дворца. К тому же тебе доверена печать династии, а? Такова воля Повелителя. А приказ великого султана не требует обсуждений. Визирь. Власть захватят чужеземцы и простолюдины, если им не помешать. Он долго страдал? Он долго страдал. Да. Рассудок оставался ясным до последнего вздоха. Он готовился проститься с земной жизнью и попросил меня помолиться. Он сейчас в раю. Обо мне говорил? Он в последнюю ночь всё о вас вспоминал. Двести галеонов готовил для границы с Родосом для Джафера Агии. Султан Селим сказал, не возьмём Родоса, не будет нам покоя на Средиземном море. Сказал так и... А про адмирала Джафера Агу он ничего не говорил? Дошли слухи даже до Манисы, что он творит несправедливость. От чудовищного беззакония страдали египетские купцы. В Румеле он проявил жестокость. А что он устроил в Тебризе? Что скажешь, Хасанджан? Неужели османская справедливость в том, чтобы не замечать всего этого? Разве совесть должна оставаться слепой и глухой? Не должна, повелитель. Тебе больше нечего сказать, Хасанджан. Их беседа затянулась. Что там болтает Хасанджан? Уверен, что вы знаете верное решение. Не сомневайся, Хасанджан. Я знаю, как поступить. Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Тридцать один. О, Джафер Ага. В этом месяце египтяне недоплатили 30 тысяч акче. Говорят, товара для продажи не осталось. Пусть Джафер Ага заберет наши души. Пойди снова. Они должны погасить долги. Иначе вечером сожжешь их дома. После этого сообщи судье, что это они, поджигатели. Сегодня я вас научу, как надо выполнять поклон. Быстро встали со своих мест. Встали, 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 встали. Встали. Ну-ка, быстро, быстро, быстро. Ну-ка, что вы такие сонные? Итак, смотрите. Нужно таким образом соединить ваши руки. Хорошо. Идет поклон. Спину держим ровно ниже, еще ниже, еще ниже, не поднимая головы. Ну-ка, посмотрю. Проверю. Ровно, ровно, хорошо, ровно, ровно, хорошо. Наклонись еще немного. Ровно, хорошо, поровней. Вот так и стоим. И встали. Теперь проверю отдельно каждую. Покажи, девочка. Соедини свои руки. Хорошо. Наклон. Ниже. Ниже, 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 ниже. Ниже голову, ниже голову. Ниже. Ты бревно, что ли, проглотила? Вставай. Так, чему я тебя сегодня научил? Чему я сегодня научил тебя? Нельзя-нельзя. Ты больше ни одного слова не запомнила? Да, нельзя. А, прекрасная память. Что ж, повторим по пунктам, чего нельзя. Итак, нельзя. Устраивать шум? Нельзя. Подглядывать за другими? Нельзя. Привлекать внимание? Нельзя. Сплетничать и дерзить? Нельзя. С мужчинами видеться? Нельзя. Все ясно? А вот же мужчины. К ним это не относится. Мужчин среди них нет. А кто же они? Служить в гареме могут только... еблухи. Вы слишком много смеетесь. От вас никакого покоя в голове, а не глупости. Вам сейчас же надо идти к портным, которые вас уже ждут. Все быстро следуйте за мной. Идите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выслушаем главного казначея, Соли Мага. Так как у нас обстоят дела? Благодаря султану Селимхану сегодня мы не испытываем в средствах нужды. У нас на этот день 6 миллионов 380 тысяч дука золота в казне. И при этом доход казны 11 миллионов дука в год. То, что наша казна полна, дает нам возможность более свободно расходовать средства. Раздайте 3 тысячи акченов из тех пяти, что я выделил янычарам на премии. Оставшиеся две выдайте как прибавку к жалованию. А сейчас... Не догадываетесь, зачем я положил эту карту? Именно так весь мир должен лежать у нас под ногами. Теперь мы не просто империя на Балканах. Скоро мы станем хозяевами всей Европы. В Белграде, в Буде, в Вене, в Риме, в Европе мы пронзим своим мечом сердца неверных. Но и от Востока мы не отвернемся. Наши границы расширятся до Каспия. Великий замысел. Доводит на то воля Аллаха. Мой враг не Шах Исмаил. Мои враги это Карл, Франциск, Генрюк Тюдор и Ватиканские неверные. Наша первая цель — Родос. Средиземное море будет Османским озером. Никто без нашего позволения не поднимет нам паруса или свой флаг. Молниями, течением, ураганом для них будем мы. Посмотри. Видишь? Ту красивую девушку. Эту ночь она была у султана. Хочешь сказать, он был с ней близок? Да. Что это такое? Прекратите шептаться. Ну всё, девушки, заканчивайте завтрак. Ну как тебе султан? Он хорош? Ты понесла от него? Эта ночь словно сон. Он красивый, нежный. Я надеюсь, будет ребёнок. Жаль, если эта ночь будет единственной. Да? У султана жена очень красивая. Мать его сына, Мустафы, наследника. Мехидевран Султан. Она живёт не во дворце? Она скоро приедет из Манисы. Идём, Айше? Сулеймана. Что-нибудь желаете, повелитель? Я ещё поработаю. Можешь идти, Ибрагим. Завтра состоится первый совет. Всех волнует, какие решения вы примете. Волнуется, готов ли к моим решениям мир. А османы готовы, Ибрагим? Султан Сулейман очень похож на своего отца. Такой же твёрдый и глубокий взгляд. Похож, похож. Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. С именем Милостивого и Милосердного Аллаха открываю заседание Совета. Поистине, этот трон и наше могущество не столь велики, как закон Аллаха. Наша священная книга учит доброжелательности и справедливости. Османская справедливость проявится в справедливых законах султана Сулеймана. 600 египетских семей, которые были насильно отторгнуты от Родины и переживали здесь всяческие страдания, теперь, спустя столько лет, смогут наконец-то, когда пожелают, вернуться на свою Родину. Они все равные нам. А также я отменяю запрет на въезд торговцев из Ирана и Тибриза. Мы возместим ущерб, который нанесли этим людям. Кроме того, угнетатели этих несчастных, кто бы они ни были, предстанут перед судом и понесут кару засадейное. Коран гласит и между двух человек, ищите и найдите справедливость. Не принимайте решения согласно своим желаниям. Именно поэтому будет наказан тот, кто посмел посягнуть на имущество и жизни людей в Анадалу. Тот, кто проливал там кровь. А поскольку адмирал Джафир Ага совершил эти злодеяния, он должен ответить за засадейное и немедленно будет казнен. Повелитель, это все неправда, обман! Помилуйте, господин! Это все клевета! Меня отклеветали ради Аллаха! Это все обман, лошадь! Мой господин, это неправда, сплетни! Я не виноват! Помилуйте, повелитель! Пощадите, повелитель! Помилуйте ради Аллаха! Умоляю! Помогите мне выходить из парки, заступиться меня, умоляю! Держись достойно, раз уж пришлось отвечать. Не плачь, подними голову, не умоляй! Султан Сулейман принял справедливое решение. Все это клевета! Ложь, обман! Ты занимаешься воспитанием девушек в гареме, Дайе. Что скажешь о той строптивой девице? Ты смогла с ней справиться? Она стала спокойнее, быстро всему учится и кажется весьма неглупа. Построже с ней. Не ум красит наложенец, Дайе, а воспитание. А ведь девушка красивая. Красота недолговечна, хотя Джейя повидала много красавиц. И поверь мне, их судьбе никто не позавидует. Что всем, Беляга? Валиде Султан, наш повелитель Сулейман Хан Хазрет Лери приказал немедленно казнить Джафера Агу. Возможно, что Султан Сулейман имеет на то причину. Его решение оспаривать никто не смеет. Сюмбюль, надо подготовить к вечеру для повелителя роскошный праздник. Лучшее яство. И приведи наложниц, выбери самых красивых. он любит их танцы. Да, попроси пойти с тобой, Ибрагима, и выберите вместе. Эй, янычары! Наш повелитель велел немедленно выделить нам наши деньги. Завтра мы получим три тысячи акча и две прибавят к жалованию. Бадишаху долгой жизни! Бадишаху долгой жизни! Бадишаху долгой жизни! Ай, долгой жизни Султану Сулейману! Будем ждать обещанной прибавки! Да, застаньте! Спасибо, Бадишаху! Спасибо, Бадишаху! О, доброе утро, Шакерага! Присаживайтесь! Принеси-ка что-нибудь перекусить! Быстро неси! А вы отправляетесь за булгаром и рисом! Живо, живо! Господин, сегодня поступили! Для вас придержал! Вот обманщик! Уже три дня торгуешь ими! Я сразу догадался по их шеям! Да ты давно его выпотрошил и уже готовить начал! А ну, принеси печень этих гусей! Быстро! Бегу, мой господин! Султан Сулейман, как и его отец, крут в решениях! Голова Джафера Агейс летит с плеч! А кто будет следующим? Ты знал, что он примет такие решения? Нет! Султан спросил о последних днях отца! Он задал мне вопрос, долго ли мой отец мучился? Что еще? Не говорил про нас? Больше ничего не говорил! Держите бокал так и потихонечку сгибаете колени Держите за ножку очень нежно и слегка приседаете Сейчас ты Держишь бокал аккуратно, двумя руками Медленно присела Хорошо Двумя руками Теперь приседаешь Локти надо поднять Тихо! Это кто? Вот уж не советую Александра, сумасшедшая из Крыма Из Крыма, говоришь? Из Крыма Она дочь православного священника Православного? Вот именно Татары налетели на деревню и похитили ее Продали в Крымский дворец и оттуда сюда Она поначалу была не в себе Очень дерзкая, такая грубиянка Теперь я занимаюсь ее воспитанием Подготовь-ка ее, Симбюляга Александру? Да И вторую Ту, что рядом? Да И еще вон ту, что отвернулась и не смотрит на нас Я все понял Матракчи! Иди выпей шербета, пока руки не сломал Иди, садись Иди, иди, садись Сюда, сюда Что с тобой случилось? Ничего Упал А эти сделали из меня посмешище Развлекаются Как настроение наверху, Матракчи? Вот, смотри Вот и армия на пути к проливу От Халича пушки выведены и направляются в сарай Бурну От султана Сулеймана ждут походов Я недаром сижу на крыше А вот янычары собираются на площади Принесите Матракчи шербет Благодарю Вот ты все зарисовываешь А какая от этого польза? Очень большая польза Мои рисунки – свидетельство правления нашего султана Вечно никто не живет, а мои рисунки должны остаться Ты понял, Шекерага? Эй, люди, слушайте, что я скажу Султан Сулейман приказал покарать владея Джофера Агу Джофера Агу собираются казнить И это не все Египетские торговцы прощены и свободны А также снят запрет на въезд Бадишаху долгой жизни Бадишаху долгой жизни Какой огромный дворец, мама Скажи, он мой? Да, сынок, это наш дворец Твой дворец Я же здесь заблужусь И как я найду тебя? Мы будем с тобой неразлучны Всегда Пойдем скорее, бабушка ждет Валиде Султан приказала сегодня к вечеру подготовить для вас праздник Мы с Сюмбюлягой, повелитель, отобрали для этого наложницы с Крыма Та, на кого вы произвели сильное впечатление, Александра, среди них Неужели ты говорил с наложницей? О нет, я не посмел бы Сюмбюляга сказал мне, что она из Крыма Привезли из Крыма Повелитель, прибыли Махидовран Султан и ваш сын Они в покоях, Валиде Султан Поздравляю Друг мой, меня ждет сын Поговорим позже Мустафа, ну как же я по тебе соскучилась, дорогой Мой любимый Мустафа, а ты соскучился по мне? Соскучился Где же папа? Отведите меня к нему Твой папа занят, сынок Потом с ним увидишься Правда, тетушка Хатидже? Потерпи, Мустафа Я приказываю, отведите меня к папе Разве это не мой дворец? Хозяин приказал вам Где он такого набрался? Ты пятилетнего ребенка научила этому Что за дерзость? Простите меня, Валиде Подойди ко мне, Мустафа Ближе Тут только один хозяин, Мустафа Султан Сулейман Хан Хазрет Лири Сейчас же повтори Султан Сулейман Хан Хазрет Лири И больше не нужно так говорить Теперь пойди поиграй Уведите ребенка Иди Он еще ребенок Не понимает, что говорит Простите нас Ты ведь должна понимать Махидеврам Мать отвечает за воспитание сына Редактор субтитров Это не